Всем привет! Уже давно я хотела записать для вас видео об антидепрессантах, как способе борьбы со стрессом во время лечения и во время принятия своего диагноза. И вот, наконец-то, я созрела. Я не скрываю, что с момента, когда я узнала о том, что у меня рак молочной железы, и практически до окончания лечения, до окончания лучевой терапии, я принимала антидепрессанты. То есть в общей сложности примерно 7-8 месяцев. И я знаю, что существует очень много стереотипов и страхов, связанных с этим. Люди боятся, что от антидепрессантов они становятся какими-то неадекватными, как опьяневшими или психически какими-то неуравномешенными. Или другой страх, что, начав принимать эти антидепрессанты, уже невозможно от них отказаться. Мне бы хотелось немножко поделиться своим опытом и развенчать некоторые эти страхи. Значит, в тот момент, когда мы узнали, что у меня рак молочной железы, мой супруг обратился к психиатру, которая работала при Гомельском онкодиспансере, и очень настоятельно попросил ее выписать мне антидепрессанты. Я тоже была подвержена всем этим стереотипам и страхам, и я не хотела их принимать, честно говоря, потому что я думала, что это нормально горевать, это нормально плакать, это нормально бояться, когда ты узнаешь о том, что у тебя рак. Но в итоге мне было на самом деле очень плохо, и я не могла с этим справиться сама. И, в общем-то, я поддалась и начала принимать антидепрессанты. Так вот, скажу я вам, что это было, наверное, самое лучшее решение, которое, ну, одно из лучших, которое я приняла за время своего лечения, потому что если антидепрессанты правильно подобраны, то ваш мозг работает великолепно. То есть у меня было абсолютно ясное сознание. Я не была ложно радостной или ложно восторженной по поводу предстоящего мне лечения и лечения в целом. То есть, но я не падала в пучину вот такой вот горя. Я не могла, я не изводила себя постоянными слезами, постоянным поиском каких-то дурных историй, постоянным чтением форумов, постоянными мыслями о смерти. То есть все это как будто оно прекратилось. Я четко осознавала, что у меня есть проблема, и мне нужно решать, все это решать, лечиться, то есть выполнять рекомендации врачей, возможно, консультироваться со многими специалистами. И вот, начав принимать антидепрессанты, я стала очень трезво и здраво оценивать ситуацию без лишних истерик и слез, которые, к сожалению, никак не помогают. То есть если бы мы могли выплакать рак, я уверена, что, девочки, мы бы с вами его выплакали. Ну вот практически каждая из нас, да. Но, к сожалению, этого сделать нельзя. Поэтому я начала принимать антидепрессанты, и я перестала изводить себя. То есть я наконец-то начала верить в то, что возможен и наиболее вероятен, на самом деле, позитивный исход всего этого, да. То, что я стала видеть, на самом деле, картину более ясно. Я стала видеть не только ужасы, но и возможности, которые есть в современной медицине, для того, чтобы это все преодолеть. То есть я консультировалась со многими специалистами, я нашла способы получить оптимальное лечение, я могла обсуждать свою проблему с близкими и со специалистами. Я перестала изводить, очень важно, своих близких. То есть ладно там самой сидеть и жевать сопли, и плакать, но все же это отражается на семье. И я срывалась на детях, у меня было, естественно, плохое настроение, я трепала нервы мужу. В общем, все это прекратилось, и я была совершенно нормально и адекватна. То есть я могла даже радоваться. То есть если в жизни моей происходило что-то хорошее, оно неизбежно происходит, то есть какие-то радостные моменты все равно же остаются, так вот эти моменты, они… То есть я тоже могла им наслаждаться. Единственное, что я сделала большую ошибку, в какой-то момент, когда уже я прошла, наверное, 2 или 3 химиотерапии, когда я уже потеряла волосы, я решила, что, ну все, я уже могу обходиться без антидепрессантов, я стабильно, я приняла, поняла, все самое ужасное со мной уже случилось, и я самовольно перестала их принимать. То есть препарат у меня закончился, и я просто не поехала за рецептом на новый. И, в общем, это была огромная ошибка, потому что отрезкой отмены антидепрессантов меня стали мучить жуткие кошмары, у меня было головокружение, у меня снова появилось вот это депрессивное состояние, причем, что это головокружение, я сразу, как только находила в себе какой-то необычный симптом, я сразу думала о самом ужасном, я сразу думала о том, что это развивается рак, и лечение не помогает. В общем, дошло до того, что я опять стала жутко психованная, постоянно на слезах, постоянно ссорилась со своими близкими, и в какой-то момент, когда мне уже было опять плохо после следующей химии, мой муж опять взял дело в свои руки и сказал, что Лена, так больше нельзя, возвращайся к своему психиатру и попроси опять тебе выписать рецепт. Что я и сделала, мне выписали рецепт, я снова начала принимать тот же препарат, и, в общем-то, дальше опять мое психическое состояние выровнялось, и я продолжила лечение уже спокойно, нормально, то есть в абсолютно нормальном настроении. По поводу отмены. Отменять эти депрессанты нужно также под контролем врача медленно. То есть если я принимала по таблетке в день, то потом я стала принимать какое-то время по половинке, потом по четвертинке, и в конечном итоге совсем это все сошло на нет. То есть я перестала принимать препарат. Да, после отмены препарата пару недель меня немножко штормило, то есть были вот такие перепады настроения, то есть я там подпсиховывала, немножко срывалась. Но, в общем, я преодолела это быстро и безболезненно. И вскоре вот там я полгода, 7 месяцев попринимала эти депрессанты, еще, скажем, 2 недели, месяц на вот эту вот отмену их. И вот после окончательной отмены препарата, после адаптации организма к жизни без препарата, ко мне снова вернулось нормальное настроение, нормальное мое состояние души. И я вот уже сколько, получается, 5 месяцев совершенно безболезненно живу без антидепрессантов, и все у меня в порядке, меня не ломает, я не стала какой-то ненормальной, меня не тянет снова принимать антидепрессанты. То есть моя психика нормально с этим справилась. То есть вывод мой таков, что если вы чувствуете, что вы не справляетесь, и вам нужна помощь, и вам тяжело, то лучше, мне кажется, обратиться за помощью к специалисту и рассмотреть приемы антидепрессантов каких-то легких, для того, чтобы сконцентрироваться на главном, решать главную проблему. Потому что вам нужно лечить рак, а не справляться с монстрами у себя в голове. Пускай с монстрами вам препарат поможет справиться. И тогда как-то легче и вам, и окружающим, и вашей семье с вами легче, и врачам легче до вас достучаться, и вам легче понять, что они вам говорят, и какие у вас вообще варианты. Вот, поэтому, честно говоря, ну вот очень советую, если вы в депрессии, если вы там плачете постоянно, и плохо справляетесь с тем, что на вас свалилось, ну, возможно. Я не буду говорить, что точно следует, но обязательно следует проконсультироваться у психиатра по поводу приема антидепрессантов. Вот, надеюсь, вам это было полезно, и будьте обязательно здоровы. Всем пока!